Мы приглашаем на сцену партнера компании Global Intellect Service, руководителя Digital Агентства SSG, члена Российского Общественного Объединения «Опора России». И как вы уже видели и слышали ее сегодня, победителя в номинации «Открытие года 2020» Будожапову СССР! Ваши аплодисменты! Всем привет еще раз! Хочу поблагодарить администрацию компании за такую возможность рассказать про наши достижения, которые мы сделали в 2020 году с моей командой из города Улан-Удэ. Прошу запомнить, как меня зовут, как пишется мое имя. Я обещала вам рассказать, как Иван Сорокин меня называл 4 года назад. Это было в Улан-Удэ на презентации. Он приехал к нам и, видимо, не расслышал, и все время меня называл Сэк-Сэк. Многие пишут Сэсэк, Сэсэк, но меня зовут Сэсэк, мое имя не склоняется, это переводится с бурятского как «цветок». Сегодня моя тема – это прецедент партнерства с «Мой бизнес». Наверняка многие знают, что это такое, центр предпринимательства. По-простому, наверное, сам «Мой бизнес» говорит, как многофункциональный центр только для предпринимателей. Это национальный проект. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата в России. То есть очень созвучно с нашей миссией, с миссией нашей компании. В его структуру сегодня входит 5 федеральных проектов. Можете вот первые 4 прочитать самостоятельно. Я сакцентирую на том, что мы работаем именно по популяризации предпринимательства. Эти проекты призваны увеличить количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 миллионов к 2024 году. Нарастить долю малого и среднего предпринимательства в ВВП страны до 32%, а долю экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства до 10% от общего объема. Для того, чтобы начинать реализовываться в масштабных проектах, были пройдены следующие этапы. Дубликация кейса города Якутск. Хочу поблагодарить здесь якутских партнеров, которые 4 года назад, 5 лет назад даже, показали тот яркий пример, как правильно нужно работать с продуктом в UDS, в бизнесе, и как выстраивать эффективную, экологичную команду партнеров. И следующий этап был создание такой команды по дубликации моих кураторов Никифора Никисярова и Марии Пак. Создание команды эффективных партнеров. В моей команде несколько сертифицированных специалистов по внедрению. Также следующий этап был наличие большого опыта внедрения. Это более 100 компаний, в том числе крупные сети. Если брать пример, у меня сегодня на сопровождении есть компания, у которой 96 филиалов. Создание устойчивого трафика UDS это более 50% платежеспособного населения. Скачали приложение UDS App. Сегодня у нас примерно 500 тысяч населения в Улан-Удэ. И таким образом реализация кейса города Улан-Удэ. То есть мы постоянно в топ-10 по новым клиентам в мобильном приложении в рейтинге. Это мой супер кейс «Цветочный базар». Так, наверное, получилось, что меня зовут Цветок. И мой первый клиент и успешный кейс это «Цветочный базар». До UDS у них было 4 магазина. Скидка составляла 20%. Сегодня, пока слайды я утверждала, пока я брала согласие у предпринимателя «Цветочного базара» Станислава Борового, у них сегодня уже 22 магазина и 103 тысячи клиентов в базе UDS. И благодаря вот таким компаниям, многие, которые уже больше трех лет работают на рынке, ну именно в коллаборации с UDS, мы создали, наверное, новый такой инструмент, эффективный, экологичный, финансово измеримый, я называю это еще как симбиоз, кросс-маркетинг, когда одна компания пиарит другую компанию, и это все видно в статистике. Вот, кстати, вот эта компания, сеть бытовой химии, Барис, сегодня уже делает кросс-маркетинг на платной основе. Да, пиарит уже за деньги другие компании, и таким образом еще и монетизируется. И благодаря презентации «Майрата», я не буду рассказывать, что такое кросс-маркетинг, он уже это все показал. И вот с таким багажом знаний, опыта внедрения UDS, когда наступила пандемия, когда наступил локдаун в конце марта, наверное, многие помните, да, это, как Айрат сказал, необычный год, необычный, да, и еще маты запретили с 1 февраля. Вот, мы благодаря членам «Фапоров России» узнали такую информацию, что требуются новые виды инструментов для того, чтобы помочь малому и среднему бизнесу выйти в онлайн-продажу, потому что всех закрыли, практически всех. И когда мы презентовали, как раз, я помню, что вот как раз, как раз вышла новая презентация, благодарю разработчиков нашей компании за это, об интернет-магазине, когда мы можем за 15 минут создать собственное мобильное приложение, когда мы можем в комплексе создать сайт автоматически. И мы, когда выступили с этой презентацией перед комиссией моего бизнеса, кстати, где члены этой комиссии, многие уже были пользователями UDS, что очень помогло нам, да, закрыть, ну, вот многие вопросы, которые возникали у комиссии. И таким образом мы подписали соглашение о сотрудничестве, о коллаборации с госпрограммой. Здесь я хочу поблагодарить Дениса Гринько за то, что он помог составить, это юрист нашей компании, составить дополнительные пункты в соглашении с моим бизнесом. И в апреле 2020 года мы начали нашу коллаборацию. Мы подписали сотрудничество с моим агентством SSG. Спасибо. Вот такая статистика по отчету на 31 декабря, то есть с апреля по конец декабря. Мы каждый месяц собираем эту статистику для того, чтобы посмотреть, вот, ну, KPI такой, да, какие показатели сегодня у 29 компаний, которые получили господдержку. И было оказано на 1 миллион 789 тысяч 200 рублей оказано поддержки с объектом малого и среднего предпринимательства. Суммарно 52 тысячи 834 клиентов оцифровано 29 компаниями, которые получили господдержку. И суммарный оборот их составил 88 миллионов 871 тысяча, ну, 1 рубль. Вот. Таким кейсом я хотела поделиться. Еще раз хочу поблагодарить всех партнеров. И это, наверное, реально такой кейс получился, потому что у нашего сообщества, сообщества GIS, Global Intellect Service, миссия является именно забота о клиенте. И своим партнерам я передаю именно вот это видение, что сначала нужно позаботиться о нашем клиенте, и остальное все автоматически притянется. Все, благодарю. Спасибо за внимание. СССР, спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok